В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбе покоренного отечества Вспомним о нем, бесстрашном русском летчике, чье имя стало, символом борьбы за освобождение Родины Аэродром Кузнечики Сюда в середине июля 41-го года перебазировался из клина только что сформированный 177-й истребительный авиаполк А три недели спустя вся страна узнала о подвиге одного из его летчиков, совершившем ночной таран Он сам рассказал по радио, как это было Я вступил в единоборство с фашистским бомбардировщиком Из расходов всех боеприпасов протаранил его Расскажу, как это произошло В ночь, на 7 августа, осланцы, обер-бандиты Гитлера Несколькими группами пытались прорваться к Москве Я на своем эстребке подстригал их в воздухе Вскоре, на большой высоте, я заметил Хейнкеля Он держал путь на Москву Я немедленно атаковал его Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя Самолет пошел на снижение Но круто изменил курс и повернул обратно У подбитой машины остался еще один мотор Я продолжал преследовать врага, непрерывно атакуя его К концу шестой атаки вышли все боеприпасы Оставалось одно Протаранить фашистский самолет своей собственной машиной Сначала я думал отрубить хвост Хейнкеля винтом Но когда я был в нескольких метрах от него Враг дал по моему эстребку поленосную очередь Мне обожгло руку Медлить было нельзя Надо было спешить И я всей машиной врезался в него Объятый пламенем Хейнкель камнем полетел вниз Погиб экипаж Гитлеровского деревянника Среди убитых подполковник и три рядовых летчиков На подполковнике был железный крест За разбой в Польше И особый знак за фашистский грабеж Норвегии Фашист нашел бессловную могилу на советской земле Я же благополучно спустился на парашюте И оказался среди своих колхозников Сегодня, в эпоху космополитического мышления Многим может показаться странной Такая беззаветная любовь к родине Стремление жертвовать ради нее своей жизнью Но напрасно иронизируют газетчики По поводу лозунга «За родину, за Сталина» Патриотизм, глубинные чувства Испокон века присущие русским ратникам Воинам Христовым Чувства, особенно сильно проявлявшиеся В годы суровых испытаний Подвиг, совершенный Тололихиным Не был разовым действием Он шел к нему с того дня Когда впервые сел в кабину самолета Рассказывает бывший ведомый героя Александр Дмитриевич Печеневский Ну я обратил внимание первое На комсомольском собрании В ноябре 40-го года В составе 27-го полка Из которого мы вышли Это 177-й полк Помог плану Который лежал перед войной Готовый Он не знал, что я его ведомый буду В новом полку И я не знал Но я спросил свое техника Кто такой? Это же ноябрь 40-го года С боевым орденом Красной звезды За Финляндию, да? Да Это говорит летчик Тололихин Он спросил Что сержант? Какой эскадрилью? Первый Ага Говорю, первый зачислили Ну Будем вместе И я у первой эскадрильи А когда началась война Я оказался в его звене В составе 177-го полка Помог плану По характеру был Открытый Любил Молодежь И парней Вот нас Сержантов Молодых летчиков Он же младший Летчиков был Я сержант И девушек любил Но С землянки Или Состоянки С счастья Никогда без решения Не отлучался Да и некогда Был отлучаться Общительный Внимателен И настойчив Вот он У командира полка Кроме групповой И у сержанта И у сержанта Печеневского С завода На заводе Ему подарили Реактивный самолет Большой мощности С реактивными Снарядами Я был так Ему благодарен Он меня Всему учил Чувство ответственности За порученное дело Он научил меня Видеть в воздухе Не только Действует Направление полета Но Что делается В воздухе Но И что делается Делается Сзади И под хвостом Он говорит Немцы будут Хитрить Они будут Воевать На нашей Чужой территории Нам надо Быть готовым Чтобы Их Внезапно Атаковать И разить Насмерть После тарана Тололихину Присвоили звание Героя Советского Союза В Кремле Его принял Сталин Главнокомандующий Интересовался Можно ли На наших Истребителях Воевать С вражескими Самолетами И чем Помочь Летчикам Тололихин Попросил Чтобы на его Аэродроме Установили Прожекторы Необходимые Для ночной посадки Сталин Отдал распоряжение И через несколько Дней Прожекторы Сюда были Доставлены Прошло два месяца С 15 октября В Москве Вели осадное положение На варшавском направлении Немецкие войска Вышли на рубеж Реки Нара В конце октября Здесь развернулись Наиболее ожесточенные бои Не только на земле Но и на небе Мы были на разных самолетах Мы в группе Прикрытия Чтобы сверху Не свалились Солнечной стороны На И-16 А он Ниже нас На тысячу метров Вел группу Мигов Миг-3 Они переучились Старослужащие На Миг-3 Атака немцев была хитрая Не сверху А снизу Он своевременно заметил Видимо Снаряд Пушки Мистер Шмидта Попал ему в кабин И осколок Мистер Шмидта На малой высоте Он вывел Но не хватило высоты За этим боем Наблюдала 17-летняя девушка Тоня Васильева Из деревни Лопатина Которая находилась Тогда на передовой Мы тоже жили в окопах Вот Когда минометного Обстрела нет А когда вот это Стреляют Зенитки И Истребители Стараются Подбить Наш самолет Ну конечно Нам было любопытно Мы смотрим Всегда смотрели Всегда Ну и глядишь Вот тут немца Три У нас Наполи Вот на этом Сразу Смотрим Подбили Загорелся И он падает А падали они Все сгорало А Тололихин Вот нет Не сгорел А где он упал? Вот здесь Вот тут Вот тут Прямо на опушке леса Он не в лесу А на опушке леса И вот прям Такой лежит Он Волосы у него черные Вьющиеся А тут у него Видно Все сбито Затемки не было уже Анатолий Иванович Бугаев Проживает В селе Васюнино В 41 году Здесь размещалось Несколько штабов Наших частей Именно сюда С Лопатинского поля Перед отправкой В Москву Доставили тело Тололихина На тройке Везут Немец Из миномета Как говорится Вот здесь Все было В минах Все полянки Эти все А солдаты Бегут и кричат Герои посмотреть Ну и здесь тоже Машина подъехала Его погрузили Увезли Потому что Раздумывать Здесь некогда было Все минометы Молотили Одной из целей Нашей поездки В этот район Было найти Место падения Самолета Тололихина К сожалению Ни раньше Ни теперь Оно никак не обозначено Житель деревни Лопатина Александр Неконорович Кондратов Вызвался быть Нашим проводником С ним мы отправились На опушку леса По соседству С которым Вырос дачный кооператив Субтитры создавал DimaTorzok А другого тут нет Хоча бы Лопатой бы хоть Нет Вон копаная земля Видишь Копаная Да Не слежавшийся Ну здесь Здесь Вот Только нам Копануть бы И кое-какие Предметы бы Обнаружить бы Ну вот Покажу сейчас Пусок Ответ Ну вот Если это Ну конечно От самолета Авиационная клепка Здесь было больше Здесь было Я говорю Наверное Пацаны На сувениры Растащили Ну растащили Может не растащили Но факт Есть факт Что это ты знаешь Ну заросло тут И все Это так сказать Не бытовая Можно и покопать А здесь Здесь валялся Даже И я помню Винт С шестеренками Валялся Одна Лопасть Была отломана Вот еще деталь Вон какая-то Давай Тащи сюда Да 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 Ну а что ж ты хочешь Самолет упал Развалился Во-во-во Это вы Слушай Чего ты От него Тоже клепанный Смотри Клепанный Авиационный Ты видишь Авиационная клепка Видишь От крыла Крыла Точно видишь Вот смотри На клепан Да Вот видишь Все 50 И это клепка Видишь Ты сам не заклепаешь Но вернемся К военному времени В течение Первой же недели После гибели Тололихина Его ведомый Александр Печеневский Сбил Три немецких самолета 9 октября 42 года По примеру Своего командира Он совершил Воздушный таран Сам выпрыгнул С парашютом Сегодня уже нет С нами Комиссара Тололихинского полка Подольчанина Василия Петровича Хованова Собравшего Уникальный фотоматериал По его истории Таран Говорил Хованов Это когда Между жизнью И смертью Нет никакого зазора Идущий на таран Шел на смерть Но он не был Смертником Не был японским Камикадзе Которых специально Готовили для этой цели Люди добровольно Жертвовали жизнью Ради свободы Своей родины Вот некоторые цифры В годы войны Было совершено Более 200 танковых таранов 500 раз Наши летчики Повторили подвиг Николая Гастелло Совершившего Огненный таран 450 человек Закрыли своей грудью Амбразуры Вражеских дотов И дзотов Около 600 летчиков Повторили подвиг Виктора Тололихина Среди них Наш земляк Уроженец Деревни Хляслова Сынковского сельсовета Владимир Лобачев А друг Василия Петровича Хованова Летчик Николай Терехин Летом 41 года Уничтожив в бою Немецкий бомбардировщик Совершил подряд Два тарана И остался жив Его представили К званию Героя Советского Союза Но по неизвестным причинам Представлению Не дали ход Героев Как и святых На Руси Не счесть И не все подвиги Становятся известны Как духовные Так и ратные Но есть люди Которые становятся Символами Своей эпохи Один из них Виктор Тололихин Воплотить его образ В скульптуре Да так Чтобы передать Характер Силу Целеустремленность Такую задачу Поставил перед собой В свое время Народный художник России Владимир Владимирович Глебов В 57-м году Производились игры Вот это Фестиваль проходил И решили поставить К фестивалю молодежи Два памятника Зои И Виктору Тололихину Вот мне поручили И поручили Скульптору Федорову Делать Зою Вернее ему Он делал диплом И вот мы вместе Занимались Зоей Потом Приехал Из обкома Комсомола Мощевитин Такой Андрей Дмитриевич И говорит Слушайте Надо вот Обязательно Срочно Тололихина сделать Я говорю Ты делай Зою Я буду Делать Виктора Тололихина И начал делать В 57-м году Собирать материал Все Но Тут получилось так Что Не хватило денег Говорят Мы Тололихина Подождем Ставить Откроем Одну Зою Но я все время Работал Я сделал Около 50 Вариантов А тогда Был Секретарь Обкома Петр Нилыч Демичев И вот Он был Очень заинтересован Этим И вот Он меня Вызывал Часто И говорит Ну как у тебя Ну я привозил Очередной эскиз Он говорит Ты знаешь Нет Я Говорит Не художник Но Как вот Идеолог Такой вот Это должен Быть Русский Кар Тололихин Это необычная Говорит Должна фигура И нестандартная И вот Я делал Много вариантов И место Искал Вдруг Предложили мне Место Около мясокомбината В сквере В Москве В Москве Ну в Москве Почетно Как будто бы Но я вижу Там кругом Трамваи Машины Грязные скверы Это всегда От пыли Я начал Уговаривать Высокое начальство Что надо На месте Гибели И на месте Части Ну тогда Мне предложили Около Вокзала На площади Где сейчас Стоит там Вот рабочий Какой-то Вот здесь Поставить памятник Я говорю Здесь будут Тогда еще Мало было автобусов Я говорю Будет полно Автобусов Будет народ И как смотреть Этот памятник Он не будет Смотреться И я уже Наметил Вот это место Вот на бугре Где он сейчас Стоит Но он был В стороне И в поле Поэтому Все Вот это вот Ну партийное И государственное Начальство Они говорили Куда ты хочешь В лес Поставить Чтобы там Завтра же Его растащат И никто туда Не пойдет Ну потом Предложили место Против Вот Этого Коспиталя Вот здесь Была свалка Хотели сделать Здесь Сквер И вот там Поставить Ну Я все Упорствовал Пять лет Прошло И все-таки Я добился Что поставили Его вот На этом Обрыве Памятник Памятник Должны были Открыть В день Вот Когда Таран был И вдруг Мне Секретарь Пестов Вот Секретарь Бывший Горком партии Звонит И говорит Мы открываем В июне Я говорю Почему в июне Подходы Не сделаны Памятник Не доделан Он говорит Мы будем Открывать Я говорю Я не приду На открытие А он говорит Ну это Твое дело И я Не пришел На открытие Я не участвовал В открытии Памятника Я считал Что он Не закончен И Значит А они Делали так Что Раз Происходит Открытие Значит Комиссия Подписывает Что память Принят Финансирование Закрыто Значит Памятник Будет Недоделанный Стоять И потом Где-то Проси Ради Христа На этот Памятник Деньги Ну вот После этого Комиссия Все-таки Приняла Все на Отлично Скульптуру Вот это Вот Постамент Все было Принято На отлично Но вот Благоустройство Там не было Доделано Там дощатые Ступени Сделали Вот И выдвинули Комиссию Выдвинула Председатель комиссии На государственную Премию Я сказал Что Я отказываюсь От государственной Премии Потому что Памятник Не закончен Потому что Опять-таки Если я еще Пойду на это Значит Все на этом Прекратится А я хотел Сделать Мемориал Чтобы и поставили Вот этот Таранборельеф Чтобы вот Эти вот Дорожки Были сделаны Чтобы ступени Ну Они значит Приняли это И Так и Получилось Что потом Пришлось Вот эти деньги И затянулось Очень надолго Вот это все Ну В конце концов Конечно Это было сделано Ну Я остался Без премий Но я В общем-то Горжусь тем Что я не пошел На то Чтобы Приняли Недоделанный Памятник И в общем Я чувствую Что я поступил Честно Идея была Идея была такая Чтобы сделать Не только Памятник А Мемориал То есть Чтобы люди Вот Пришли Где сейчас Стоит Вот этот Таран Это начало Люди Пришли И туда Увидели Таран И дальше Идя вот По этой Тропе Дороги Видели Вдалеке Силуэт Памятника И Им Интересно Они все время Под напряжением Сейчас Мы увидим Самого Талалихина И вот Когда они Проходили Мимо Со спины Это специально Так поставлено И видели Вот эти Просторы Они сами Как будто Находились Уже в полете И когда Спускались Вниз И только тогда Они уже Видели Самого Виктора И когда Они вот Спускались Вниз Тогда Снизу Обходили И вот По дорожке Где вот Шоссе Возвращались Назад Вот получался Такой Круиз Круговой Обход То есть Со всех Точек Сверху Со стены Сбоку Потом Снизу Мы смотрим Его И с той Стороны В ракурсе Смотрим То есть Мы его Осматриваем Кругом Вот Это положение Оно Дало Возможность Вот Создать Такое Многообразие Образа Потому что Если посмотришь С каждой Точки Он смотрится По-разному С одной Точки Такое Напряжение С другой Как-то Вот Такой Такая Вот Решительность И все время Меняется И выражение Лица И состояние Вот сама Фигура Так построено Чтобы С каждой Точки Наиболее Раскрыть Вот этот Образ Героический Его Раскрыть Раскрыть Продолжение следует... Продолжение следует...